всем привет ребята вы находитесь на канале sober vision в этом выпуске я вам продолжу рассказывать о своих муравьях компонотус турки станус прошло уже семь месяцев как они живут у меня в этом формикарий формикарий муравейник за это время они смогли размножиться заполнить первый модуль который я предоставлял за это время у них появился шикарный супер солдат большой черной головой мы построим этот выпуск видео небольшого видеоблога который будет состоять из двух трех дней за это время мы откроем им новый модуль мы будем их кормить разнообразной пищей убираться у них на арене наполнять поилочки и все такое в общем давайте не будем долго затягивать начало а приступим к уходу за этими муравьями и предоставлением нового пространства поехали спонсор сегодняшнего выпуска магазин анки пин депо не упустите возможность приобрести редких муравьев эксклюзивные формикарий с доставкой по всему миру в короткие сроки ссылка в описании итак ребята уже семь месяцев эти муравьи живут в этом формикарии и за это время они все-таки смогли заполнить первый модуль который я им предоставлял в этом кстати и основная заслуга этих муравьев так как развиваются они достаточно неспешно вам не нужно будет постоянно подстыковать все новые и новые модули пересаживать их большие по объему формикарий и так далее эти муравьи развиваются не так не особо торопятся развиваться но в этом их и заслуга по поведению они также интересны как принципе и все компонатус они постоянно путешествуют по арене хотя когда колония была еще не совсем большая они делали это не очень активно но сейчас когда место уже занято практически все у них они достаточно активно исследуют арену ползают по ней изучают возможно еще дополнительные какие-то места которые можно переселиться так как место уже в тех модулях которые мы им предоставили заканчивается в общем по поведению они достаточно интересны но у них основная фишка мне как мне кажется в том что у них просто шикарнейший окрас они имеют такой вот прикольный желтенький цвет очень похожи чем-то на всеми любимых флаусов но у них цвет такой более нежный что ли флаус они такие более желтее что а эти муравьи они имеют такой легкий песочно-желтый цвет за эти 7 месяцев которые прошли эти муравьи прилично прибавили не считал я сколько здесь всего муравьев но я думаю около где-то 30 40 муравьев есть у них появился очень красивый супер солдат который размером практически с матку имеет вот он сейчас здесь сидит в этой камере имеет классную темную голову вот немножко они сейчас у нас стрессе так как мы включили активный свет снимаем вот но муравьи первое время бегали пока мы настраивали лампы сейчас они более-менее успокоились и сидят итак с чего я предлагаю начать а давайте чтобы далеко не тянуть далеко не убегать не тянуть нам время давайте прямо сейчас возьмем и откроем им новый модуль это достаточно сделать просто в этом форме корее просто необходимо сдвинуть перемычку вот уже все новый доступ у нас открыт посмотрим как муравьи отнесутся к этому пока не никак не реагирует в это время пока они будут осваиваться в новом модуле давайте я предлагаю их покормить сахарным точнее даже не сахарным а давайте их покормим медовым сиропом что-то я замечаю что медовый сироп после того как я его начал давать а сейчас чаще всего я даю медовый сироп так как у меня появилась мермец и и мермец и она очень любит сахарный сироп со извиняюсь медовый сироп сахарный сироп она практически не пьет вот я развожу медовый сироп вот после того как я начал разводить медовый сироп и давать своим муравьям они к сахарному относятся очень как-то пассивные не особо его пьют поэтому я сейчас стараюсь давать всем медовый сироп так тарелочку я помыл им устанавливаю назад тарелочку сюда мы нальем сейчас медовый сироп так а тем временем муравьи начинают потихонечку путешествовать в новый дом я вижу вот сюда забежал один муравей сейчас попробую вам это немножко получше показать вот видно он здесь бегает сейчас по новой камере вот таким образом часы камеру установили посмотрите да забежал первый муравей находится уже в новой камере для того чтобы им осваиваться было более комфортно я предлагаю произвести увлажнение и первой и второй камеры ну примерно по одному по полтора миллилитра воды нальем в камеры для увлажнения сюда можно налить немножко побольше здесь сама камера у нас больше можно посмотреть да начал у нас намокать видно как начал намокать у нас гипс муравью то по судя по всему нравится так как он достаточно так резво этот начал бегать тот сироп который меня и на налив медовый пока на него никак муравей не реагирует вот они не такие голодные потому что я их стараюсь кормить конечно ежедневно корм я даю им разнообразный давайте пока они начинают осваиваться еще поменяем им поилочку так как это поилка уже полностью пересохла в ней не осталось никакой воды а так поилка очень выручает на самом деле если мы забываем про увлажнение по крайней мере вот эти муравьи они спокойно переходят у нас на арену большая часть муравьев заполняют то пространство которое есть в поилке находятся там возможно даже я не знаю этот момент я не видел возможно даже частично как-то пытается увлажнить свое гнездо приносят туда воду своих жвалах или в желудках но приличная часть муравьев переползает сразу на арену и находится уже в поилке в общем это такой сразу явный сигнал того что муравьям пора увлажнить гнездо так все я сейчас налил в пробирку воду все наша поилочка готова возвращаем поилочку на арену а выбежал супер солдат у нас на арене сейчас ползал вот он забегает сейчас внутрь имеет очень классную шикарную голову темный размер просто суперский офигенный практически сматку так ребята ну что и предлагаю сегодня также в первый день открытия нового пространства убраться немножко на арене а на арене убраться я считаю что нужно так как я этого ни разу не делал самого момента заселения прошло семь месяцев и ни разу я не убирался на арене сейчас мы явно видим что у них здесь две основные мусорки куда они складывают остатки пищи открытые коконы вижу здесь и несколько трупов муравьев так как колония горы семейцев она уже успела потерять первых рабочих которые у нее появились потому что первые рабочие они как правило живут не особо долго так а как мы это сделаем а давайте прям это сделаем пинцетом так как у нас не так много мусора я думаю достаточно будет и пинцета прям сверху положим листочек и соберем на него весь этот мусор с помощью пинцета пинцет пинцета мне какой-то мокрый судя по всему раз за него так все цепляется или нет нет он не мокрый тогда я не знаю почему так за него все цепляется весь этот мусор принципе супер-пупер все я выбирать не собираюсь уберу только основной мусор который находится у них не буду никакой влажной тряпочкой влажным тампоном проходить здесь просто соберу основной мусор который у них здесь лежит ну что ребят вот примерно столько мусора в масштабе смотрим да с пинцетом сколько у нас мусора получилось принципе не так много но говорю еще раз что выбирал я не супер весь мусор убрал основную часть ну что ребята как мы видим муравьи не особо торопится осваиваться и переходить в новые в новые предоставленные модуль давайте мы спокойно сегодня оставим семью для того чтобы она могла освоиться спокойненько покушать пока она сейчас не торопится тоже это делать в общем убираем эту семью пускай она сегодня отдыхает ну что ребята прошло примерно около суток с момента того как мы открыли им доступ ко второму модулю и как вы видите уже муравьи достаточно спокойно прогуливаются по этому модулю кроме того принесли сюда уже часть расплода в общем начали потихоньку осваивать пока я не видел конечно чтобы матка здесь прогуливалась матка по-прежнему продолжает находиться в своем излюбленном месте это вот в этом вот в этой части гнезде сюда пришел уже как вы видите супер солдат тут же находится несколько муравьев бочек которые хранят у себя запасы пищи расплода не принесли сюда совсем недавно буквально еще вот с утра расплода у них здесь совсем не было сейчас уже вечер они начали более активно здесь ходить принесли сюда расплод но нельзя сказать что полностью это это часть формикария уже используется как пространство для того чтобы они полноценно в нем жили на хранили свой расплод коконы личинки в общем начинают потихоньку осваиваться сироп они выпили часть рабочих бегает по арене в поисках новой пищи поэтому предлагаю сейчас им дать что-нибудь вкусное например жука знахаря а точнее их личинки личиночку знахаря я немножко придавливаю для того чтобы она была не такая активная муравьи могли спокойненько ее поймать притащить свое логово и подкрепиться кладу и обычно такую семью около трех-четырех личинок вот муравьи их чаще всего конечно затаскивают внутрь свое гнездо там лакомиться ими остатки укатилась одна остатки несъеденных личинок они выносят на мусорку мусорка у них сейчас находится также в двух местах арены не знаю почему они именно сделали две вся мусорки чаще муравьи конечно где-то в одном месте выбирают одно место для того чтобы складировать там мусор и различные остатки своей жизнедеятельности но как мы видим муравьи выбрали два места охотятся они пока что нельзя назвать это точнее охотой они больше такие как собиратели ползают ползают увидят что-то притащат так в принципе с этими личинками но муравьи у меня такие достаточно жирные зажиточные они получают каждый день вкуснейший корм получают сиропик получает различные разнообразный белковый корм поэтому нельзя сказать что это прям охота накидываются тащит гнездо они неспешно сейчас изучат этих личинок посмотрят на них по выбирают походит но в итоге все-таки они их затащат и они их съедят положим сейчас еще одну личинку и понаблюдаем как они будут лакомиться данными личинками жука знахаря вот начали появляться вокруг личинок муравьи неспешно осматривает все ощупывают своими усиками пока даже никто из них и не пытался полакомиться вот сейчас один пытается или облизнуть или попробовать тот корм который мы им дали вообще личинки жука знахаря считают один из самых удобных кормов для муравьев очень удобно их содержать практически они беспроблемные ни запаха ничего всегда под рукой питательный белковый корм который едят ну я не знаю тех муравьев которые у меня не ели эти личинки эти личинки прекрасно всеми употребляются в пищу и на них вы заметите значительные увеличения и расплода и личиночки будут вас быстрее развиваться в общем белок что надо вот такая вот охота у турки станусов вышел спокойненько муравей начинает облизывать личиночку даже не хочет заносить такие вот они ленивые муравьи а вот и второй присоединился рабочий тоже прибежал в том месте где я надавливал на личинку жука знахаря из нее появился ее так назовем сок и турки станус лакомиться этим соком который выделился из личинки но пока вы можете понаблюдать что находится в самом гнезде в том числе и в новых открывшихся модулях туда притащили две личиночки или три основных модулях находится матка наш супер солдат который появился от тройничок смотрите какой тройной трофалаксис классика компонотусов они любят передавать пищу которую они добывают не одному сразу муравью могут сразу троим передавать мы видим здесь супер солдата который у нас совсем недавно появился и видим муравьев как я их называю муравьи бочки потому что это такие недосолдаты которых компонотусов используют для того чтобы хранить них запасы пищи видите что у них всех животики достаточно полные поэтому муравьи совершенно не голодные сытые накормленные а в дальнем углу посмотрите в этой камере в которой нет гипсового пола находятся кокона у них потому что это самый сухой модуль и я замечаю так что муравьи стараются в этом сухом модуле как раз и содержать кокону и посмотрите какой гигантский кокон у них есть скорее всего там будет находиться еще один супер солдат который надеюсь в ближайшее время появится внизу видим даже уже глаз у этого надеюсь супер солдата коконы поменьше в них находятся рабочие которые среднего размера в них находятся с не до солдаты муравьи бочки которые хранят себя с запасы пищи до начался активный процесс трофалаксиса а это значит что муравьи уже начали активно потреблять тот корм который им дали белковый на сегодня не ленится сегодня они даже не хотят затаскивать этот корм в гнездо а кушают прямо на арене и после этого передают с помощью трофалаксиса этот белковый корм остальным членам своей семьи ну что ребята муравьи продолжают кушать личинки жукознахаря прямо на арене затаскивать они так их и не планируют передают пищу остальным членам своей семьи ну а на сегодня я думаю что мы закончим их снимать продолжим это делать уже завтра вечером также через сутки посмотрим как они освоят новый модуль который мы им открыли а также покормим их небольшим туркменским тараканом я думаю тоже дадим его придавленным для того чтобы не шокировать этих муравьев неспешных ну посмотрите разве это не красота как они офигенно смотрятся на рабочем столе во первых они сами очень красивый а во вторых вот в таком зеленоватом формикарий смотрится просто шикарно на белом гипсике он какая красота желтенькие классные посмотрим я хочу разогнать этих туркестанусов чтобы они заполнили в итоге весь этот формикарий если они это сделают я обязательно подстыкую новый модуль к ним и разгоню эту колонию до численности очень очень большой ну что ребята вот и наступил третий день можно сказать что переселение полностью завершилась нельзя сказать что муравьи прям полностью активно используют это жилое пространство но они постоянно здесь тусуются приносят сюда периодический расплод яйца коконы личинки сюда приходит матка сюда приходит супер солдат в общем эту территорию они уже активно юзают единственное что сегодня еще произошло так это они занесли сюда личинку одну они ее съели и пока оставили здесь надеюсь они не хотят превратить эту комнату в мусорку вот я посчитал сейчас примерно в этой семье у мне 35 муравьев много или мало я думаю что для туркестанусов это уже неплохо думаю что не зря я начал уже открывать им дополнительный модуль в принципе это будет дополнен будет хорошим стимулом для того чтобы муравьи могли полноценно развиваться они так что они уже начали бегать здесь по арене и пытаться найти себе дополнительное жилой пространство и в завершении всего давайте покормим их небольшим туркменским тараканом что ребята небольшой туркменский таракан находится на арене те рабочие которые стоят возле входа в гнездо которые охраняют начинают потихонечку проявлять интерес тому что находится на арене более активно двигают своими усами но пока они не пытаются выйти на арене также ползает несколько рабочих они пока тоже не особо проявляет интерес к этому таракану может быть они еще не смогли полноценно его найти остальная семья вся находится в гнезде в том числе и в новом модуле так вот и первый рабочий который аккуратненько аккуратненько исследует все пространство возле этого туркменского таракана но пока подойти к нему еще не решается вот наконец первый рабочий вылез начинает обращать внимание на туркменского таракана немножко пощупал попробовал таракана я специально ребята придавил для того чтобы не было большой паники в этой семье все-таки семья не такая еще многочисленная чтобы пускать сюда полностью живого таракана чтобы он забежал в гнездо испугал матку там все остальное причинил большой стресс поэтому пока даю более-менее таких придавленных тараканов так видите что муравьи начинают проявлять к нему интерес смогут ли они затащить его я не знаю скорее всего они не будут его затаскивать хотя как мы видим предыдущую все-таки личиночку они затащили обычно они как бы всегда стараются затаскивать в гнездо тот корм которым я и даю белковый но потом все-таки они в них проявляется чистоплю и они выносят весь мусор в излюбленные свои места два места на арене как вы видите муравьи достаточно сытые проявляют они интерес к нему очень аккуратно тот сироп который мы вчера им налили полностью съеден от сиропа практически ничего не осталось немножко него по закладывали песком так сказать попрятали его ну а теперь самое время им подкрепиться туркменским тараканом делают они это очень плавно очень неспешно ну что ребят буквально на пять минут я отошел и уже таракана тащит гнездо все-таки будут будут его кушать прям внутри а тут вовсю уже идет трафалаксис не знаю как они успели покушать этого таракана но вовсю же пытаются друг другу передать белковую пищу тут трафалаксис тут трафалаксис тут трафалаксис все друг друга кормят ну что ребята давайте оставим спокойствие эту семью пускай они спокойно затаскивают таракана кушают такой сегодня получился блоговый выпуск состоящий из нескольких дней мы с вами открыли дополнительный жилой модуль для компонатус туркестанусов мы их покормили разнообразным кормом поменяли им поилочку немножко убрались на арене если вам интересен формат таких блоговых выпусков обязательно напишите об этом в комментарии не забывайте подписываться на канал кто еще не подписан поставьте лайк этому видео все не скучайте скоро с вами увидимся всем пока пока